Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своей первой игрой, написанной на Unity. Это порт старой отечественной MS-DOS-овской игры под названием «Цветные линии». Идея игры очень простая и очевидна. Выставляем горизонтальные, вертикальные или диагональные линии из шариков одного цвета. Поиграть в данную игрушку вы сможете, во-первых, под Windows, что, в общем-то, самоочевидно, ведь это основная игровая платформа для любых индий. Также вы можете поставить Android-версию игры на телефон или планшет из Google Play. Причем в Google Play можно ставить игром оценки, так что, если что, имейте это в виду. Ну а если на вашем телефоне нет Google Play, то вы можете скачать АПК-файл прямо из релизов на GitHub. Все ссылки в описании к видео. Также поиграть в эти цветные линии теперь можно прямо в браузере. Правда, здесь есть некоторая проблема со звуком. Музыка играет, а звуки почему-то не воспроизводятся. Почему, я не знаю, не копался в этом подробно, потому что, ну блин, эта версия была собрана по остаточному принципу, просто чтобы проверить, что Unity действительно умеет такие версии собирать. В остальном же она ничем не отличается от Android или Windows-версии. Также я выложил на GitHub исходный код игры, который вы можете поизучать, что-нибудь под себя поправить, а также собрать собственную версию игры, например, там под Linux, Mac OS, PlayStation Vita, кажется. В общем, там еще много платформ, которые я пока что собирать игру не стал. У меня их либо нет, этих платформ, либо нет желания сейчас перепроверять и так далее. Но, тем не менее, такая возможность у вас есть. Ну и, естественно, игра абсолютно бесплатная. Мне нет даже рекламы в Android-версии, потому что, ну, мне кажется, это было просто неправильным. Все-таки я взял все ресурсы из другой игры, заново написав только, в общем-то, весь код, то есть всю игровую логику. Причем, если вы думаете, что я как-то разбирал исходники, там, дезассемблировал оригинальные DOS-овские цветные линии, копался ли в ресурсах, там, пытался разобраться, да нифига подобного. Я просто в DOS-боксе запустил запись звука, запись видео, а потом сделал скриншоты нужных кадров, выбрал нужные там спрайты и так далее. Просто в графическом редакторе ушел на это времени где-то час или около того. И это было гораздо быстрее, чем если бы я попытался, честно, разбирать формат тех файлов, разбираться, где хранится палитра, где спрайт, и как там звук хранится, и все остальное. Да, это звучит немного забавно, но, как ни странно, такой способ оказался наиболее быстрым. Следующим интересным моментом является то, что, хотя это моя первая игра на Юнити, это не моя первая игра в принципе. В школьные годы, а также на первых курсах института, я уже пытался писать игры. Тогда они писались мной на Делфи, С++, я испытывал чужие движки, пытался написать свой и так далее. Если вам это все интересно, то в принципе я могу снять видео или устроить стрим, где покажу все эти мои старые игрушки, расскажу о них подробнее, расскажу как пришла там идея, какие есть особенности технической реализации и так далее. Как ни странно, практически все они все еще запускаются и под Windows 10 64-битную, хотя я писал их еще во времена Windows XP. В общем, если вам все это интересно, пишите в комментариях и видео появится. От Юнити же у меня в целом пока что остались скорее положительные впечатления, особенно учитывая на то, как просто сделать версии под сразу несколько платформ. Под Android игра запустилась фактически сразу. Я сделал там очень маленькие доработки, чтобы картинка правильно масштабировалась на разных экранах, потому что изначально там были косяки и картинка растягивалась либо слишком сильно, либо слишком маленькая, оказалась на телефоне с разными пропорциями. Ну и одна вещь, которую сделать пришлось специально для Android, это настроить способы хранения звуков. В Юнити любой ресурс, который вы добавляете, там картинки, звуки, музыка и так далее, можно настроить, там указать ему сжатие, формат, еще что-то. И в случае с Android, с настройками по умолчанию, при переходе от заставки к основной игре, происходили тормоза, было явно заметное подвисание. Оказалось, чтобы его добиться, нужно всей музыке, которую я использую, указать, чтобы она не подгружалась сразу целиком, а стремилась по мере необходимости с диска или с флешка в оперативную память. Это немного забавный факт, но тем не менее. Больше никаких доработок специально для Android мне делать не пришлось. Хотя один разработчик уже посмотрел мой код, ему пришлось две строчки написать для того, чтобы приложение нормально работало на iPhone. Иначе нельзя было пропустить заставку. Забавный факт. Единственное пока что, что меня реально удивило в Юнике, так это работа с анимацией. Вот понимаете, в чем дело? Я вот ожидал как. Вот у нас есть файловая система, набор ресурсов, которые вы включили в вашу игрушку. Вы выбираете анимацию, начинаете ее редактировать. Оказалось, что в реальности нужно выделить не анимацию, а объект на сцене, на который навешана эта сама анимация. В этом случае уже в окне редактирования анимации можно будет добавлять кадры, их перетасовывать, удалять, изменять их длительность и так далее. Если же найти просто в файловой системе вот эту самую анимацию, то редактировать ее почему-то нельзя. Если я что-то не понял неправильно, обязательно напишите об этом в комментариях, вы сэкономите мне кучу времени. Ну а теперь о ближайших планах. Я собираюсь и дальше разбираться с Юнити, и вы увидите от меня еще небольшое количество других маленьких игрушек, в которых я буду использовать ресурсы других игр, там спрайты, звуки и прочее. Но геймплей на это будут скорее всего уже экшены, какие-нибудь там аркады и прочее. Потому что мне нужно поработать с физикой, со столкновениями и прочими вещами, которые в первой игре я пока что не затронул. Ну а дальше пойдет уже речь о создании какой-нибудь своей собственной игры. Уже не с вытащенными откуда-то ресурсами, а сделанными специально для этой самой игры. Правда, для этого мне придется найти кого-нибудь, кто умеет рисовать и кому интересно этим заниматься, но это, как говорится, уже совсем другая история. При желании вы можете даже попредолгать идеи каких-нибудь игр в комментариях. И у меня пока нету как бы стройной картины, что я хочу написать. Но я знаю, что это должна быть игра, которая имеет относительно небольшое количество контента и работающая от геймплея. То есть не сюжетная составляющая должна играть главную роль, а именно геймплей. Возможно, какие-нибудь там элементы рогалика, что-нибудь похожее там на Crimson Land или какая-нибудь пошаговая стратегия. Пока что я не знаю. Но увидим это уже в следующем году. В этом в лучшем случае выйдет какая-нибудь еще моя небольшая демка Аркада. Ну и на сегодня это, пожалуй, все. Обязательно напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, такого вот влога без какого-либо заранее подготовленного сценария. Ну а пока спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!